Книга пророка Иеремии. Глава 1. Слова Иеремии, сына Хелкиена и священников Ванафофи в земле Вениаминовой, к которому было слово Господне в одни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, в тринадцатый год царствования его, и также в одни Иоакима, сына Иосиина, царя Иудейского, до конца одиннадцатого года Сидекии, сына Иосиина, царя Иудейского, до переселения Иерусалима в пятом месяце. И было ко мне слово Господне. Прежде, нежели я образовал тебя в очереве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя. А я сказал, о, Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод. Ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь. И все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь. Вот, я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. И было слово Господне ко мне. Что видишь ты, Иеремия? Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. И было слово Господне ко мне в другой раз. Что видишь ты? Я сказал, вижу поддуваемый ветром кипящий котел и лицо его со стороны севера. И сказал мне Господь, от севера откроется бедствие на всех обитателей всей земли. Ибо вот, я призову все племена царств северных, говорит Господь, и придут они, и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима, и вокруг всех стен его, и во всех городах иудейских. И произнесу над ними суды мои за все беззакония их, за то, что они оставили меня, и воскуряли фимиам чужеземным богам, и поклонялись делам рук своих. И вот, я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медной стеною на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Они будут ратывать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобой, говорит Господь, чтобы избавлять тебя. Иеремия, глава вторая. И было слово Господне ко мне. Иди и возгласи в уши щери Иерусалима. Так говорит Господь. Я вспоминаю о дружестве юности Твоей, о любви Твоей. Когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святыней у Господа, начатком плодов его. Все поедавшие его были осуждаемы. Бедствие постигало их, говорит Господь. Выслужите слово Господне дом Яковлев и все роды дома Израилева. Так говорит Господь. Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою и осуетились. И не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской, ввел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек. И я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее. А вы пошли, вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью. Священники не говорили, где Господь. И учители закона не знали меня. И пастыри отпали от меня. И пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают. Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями сыновей ваших буду судиться. Ибо пойдите на островах Етимские и посмотрите. И пошлите в Кедар, и разведайте прилежные, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное сему. Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги. А мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь всему небеса и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь. Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили. И выстекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Разве Израиль раб? Или он домочадец? Почему он сделался добычей? Зарыкали на него молодые львы, подали голос свой и сделали землю его пустынею. Города его сожжены, без жителей. И сыновья Мемфиса и Фтафны объели темя твое. Не причинил ли ты себе это тем, что оставил Господа, Бога твоего, в то время, когда Он путеводил тебя? И ныне для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? И для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду из реки ее? Накажет тебя нечестие твое и отступничество твое облечит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа, Бога твоего. И страха моего нет в тебе, говорит Господь, Бог Савовов. Ибо издалека, издавна, я сокрушил ермо твое, разорвал узы твои. И ты говорил, не буду служить идолам. А между тем, на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал. Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы. Посему хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелоку. Нечестие твое отмечено предо мной, говорит Господь, Бог. Как можешь ты сказать, я не осквернил себя, я не ходил в осле два Алла. Посмотри на поведение твое в долине, познай, что делала ты, резвая верблюдица, рыщущая по путям твоим. Привыкшую к пустыне дикую ослицу, страсти души своей глотающую воздух. Кто может удержать? Все ищущие ее не утомятся, в ее месяце они найдут ее. Не давай ногам твоим истаптывать обувь, и гортани твоей томиться жаждую. Но ты сказал, не надейся, нет, ибо люблю щужих и буду ходить во след их. Как вор, когда поймает его, бывает осрамлен. Так осрамил себя дом Израилев. Они цари их, князья их и священники их, и пророки их. Говоря дереву, ты мой отец, и камню ты родил меня, ибо они оборотили ко мне спину, а не лицо. А во время бедствия своего будут говорить, встань и спаси нас. Где же боги твои, которых ты сделал себе? Пусть они встанут, если могут спасти тебя во время бедствия твоего. Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда. Для чего вам состязаться со мною? Все вы нечестиво поступали и согрешали против меня, говорит Господь. Вообще поражал я детей ваших, а они не приняли вразумление. Пророков ваших поедал меч ваш, как истребляющий лев, и вы не убоялись. О, род, внемлите вы слову Господню, был ли я пустынею для Израиля, был ли я страной мрака. Зачем же народ мой говорит, мы сами себе, господа, мы уже не придем к тебе. Забывает ли девица украшение свое и невеста наряд свой? А народ мой забыл меня? Нет числа дням. Как искусно направляешь ты пути твои, чтобы снискать любовь, и для того даже к преступлениям приспособляла ты пути твои. Даже на полях одежды твоей находится кровь людей бедных, невинных, которых ты не застала при взломе. И несмотря на все это говоришь, так как я невинна, то верный гнев его отвратится от меня. Вот я буду судиться с тобой за то, что ты говоришь, я не согрешила. Зачем ты так много бродишь, меняя путь твой? Ты так же будешь посрамлена и Египтом, как была посрамлена с Сирией. И отчего ты выйдешь, положив от него руки на голову, потому что отверг Господь надежды твои. И не будешь иметь с ними успеха. Иеремия, глава третья. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него, и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна та? А ты со многими любовниками блудодействовала. И однако же возвратись ко мне, говорит Господь. Подними глаза твои на высоты и посмотри, где они блудодействовали с тобою. У дороги сидела ты для них, как оравитянин в пустыне. И осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим. Зато были удержаны дожди, и не было дождя позднего. Но у тебя был лоб блудницы. Ты отбросила стыд. Не будешь ли ты отныне взывать ко мне, отец мой? Ты был путеводителем юности моей. Неужели всегда будет он во гневе, и неужели вечно будет удерживать его в себе? Вот что говоришь ты, а делаешь зло и преуспеваешь в нем. Господь сказал мне во дни Иосифа царя. Видел ли ты, что делала отступница дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево. И там блудодействовала. И после того, как она все это делала, я говорил, возвратись ко мне. Но она не возвратилась. И видела эта вероломная сестра ее иудея. И я видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы дочери Израиля я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра иудея не убоялась, а пошла и сама блудодействовала. И явным блудодейством она сквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. При всем этом вероломная сестра ее иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь. И сказал мне Господь, отступница дочь Израилева оказалась правее, нежели вероломная иудея. Иди и провозгласи слова сей к северу и скажи, возвратись отступница дочь Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать. «Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом. А глаза моего вы не слушали, говорит Господь. «Возвратитесь, дети, отступники, говорит Господь, потому что я сосчитался с вами. И возьму вас по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион. И дам вам, пастыри, по сердцу моему, которые будут пасти вас знанием и благоразумием. И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле. В те дни, говорит Господь, не будут говорить боли, ковщик завета Господня. Он и на ум не придет, и не вспомнит о нем. И не будут приходить к нему, и его уже не будет. В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим. И не будут боли поступать по упорству злого сердца своего. В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву. И пойдут вместе из земли северной в землю, которую я дал в наследие отцам вашим. И говорил я, как поставлю тебя в число детей, и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов. И сказал, ты будешь называть меня отцом своим, и не отступишь от меня. Поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мной вы, дом Израилев, говорит Господь. Голос слышен на высотах, жалобный плащ сынов Израиля о том, что они извратили путь свой, забыли Господа, Бога своего. Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот, мы идем к тебе, ибо ты, Господь, Бог наш. И до сего дня. И не слушали из голоса Господа, Бога нашего. Иеремия, глава 4. Если хочешь обратиться, Израиль, говорит Господь, ко мне обратись. И если удалишь мерзости твои от лица моего, то не будешь скитаться. И будешь клясться, жив Господь, в истине, суде и правде. И народы им будут благословляться, им хвалиться. Ибо так говорит Господь к мужам Иуды Иерусалима. Иерусалима. Распашите себе новые нивы и не сейте между тернами. Обрежьте для себя, себя для Господа, и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужей Иуда и жителей Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся как огонь и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. Объявите в Иудеи и разгласите в Иерусалиме и говорите. И трубите трубою по земле. Взывайте громко и говорите. Соберитесь и пойдем в укрепленные города. Выставьте знамя к Сиону. Бегите, не останавливайтесь. Ибо я приведу от севера бедствие и великую гибель. Выходит левый своей чаще, и выступает истребитель народов. Он выходит из своего места, чтобы землю твою сделать пустынею. Города твои будут разорены, а останутся без жителей. Посему припаяшьтесь в речище, плачьте и рыдайте. Ибо ярость гнева Господня не отвратится от нас. И будет в тот день, говорит Господь, замрет сердце у царя и сердце у князей. И ужаснулся священники и изумятся пророки. И сказал я, о Господи Боже, неужели ты обольщал только народ сей Иерусалим, говоря, мир будет у вас, а между тем меч доходит до души. В то время сказано будет народу сему Иерусалиму, жгучий ветер несется с высот пустынных на путь дочери народа моего, не для веяния и не для очищения. И придет ко мне оттуда ветер сильнее сего, и я произнесу суд над ними. Вот поднимается он подобно облакам, и колеснится его как вихрь, кони его быстрее орлов. Горе нам, ибо мы будем разорены. Смой злое сердце твоего Иерусалим, чтобы спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе злощастивые мысли. Ибо уже несется голос от Дана и гибельная весть с горы Ефремовой. Объявите народам, известите Иерусалим, что идут из дальней страны осаждающие, и криками своими оглашают города иудеи. Как сторожа полей, они обступают его кругом. Ибо он возмутился против меня, говорит Господь. Пути твои и деяния твои причинили тебе это. От твоего нечестия тебе так горько, что доходит до сердца твоего. Утроба моя, утроба моя, Скорблю во глубине сердца моего, волнуется во мне сердце мое. Не могу молчать, ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, Тревогу брани, беда за бедою. Вся земля опустошается, Внезапно разорены шатры мои, Мгновенно палатки мои. Долго ли мне видеть знамя, Слушать звук трубы? Это от того, что народ мой глуп, Не знает меня. Неразумные они дети, И нет у них смысла. Они умны на зло, Но добра делать не умеют. Смотрю на землю, И вот она разорена и пуста. На небеса, И нет на них света. Смотрю на горы, И вот они дрожат, И все холмы колеблются. Смотрю, И вот нет человека, И все птицы небесные разлетелись. Смотрю, И вот кормил пустыни, И все города его разрушены от лица Господа, От ярости и гнева его. Ибо так сказал Господь, Вся земля будет опустошена, Но совершенного истребления не сделаю. Восплащет осемь земля, И небеса помрачатся вверху, Потому что я сказал, Я определил, И не раскаюсь в том, И не отступлю от того. От шума всадников и стрелков Разбегутся все города. Они уйдут в густые листа И влезут на скалы. Все города будут оставлены, И не будет в них ни одного жителя. А вы, ты, опустошенная, Что станешь делать? Хотя ты одеваешься в пурпур, Хотя украшаешь себя золотыми нарядами, Обрисовываешь глаза твои красками, Но напрасно украшаешь себя. Призрели тебя любовники, Они ищут души твоей. Ибо я слышу голос, Как бы женщины в родах, Стон, как бы рождающий в первый раз. Голос дочери Сиона. Она стонет, простирая руки свои. О, горе мне! Душа моя изнывает перед убийцами. Иеремия, глава пятая. Походите по улицам Иерусалима, И посмотрите, и разведайте. И поищите на площадях его. Не найдете ли человека, Нет ли соблюдающего правду, Ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим. Хотя и говорят они, жив Господь, Но клянуться ложно. О, Господи! Очи твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, Они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, А они не хотят принять вразумление. Лица свои сделали они крепче камня, Не хотят обратиться. И сказал я сам в себе, Это, может быть, бедняки, Они глупы, потому что не знают пути Господня, Закона Бога своего. Пойду я к знатным и поговорю с ними, Ибо они знают путь Господень, Закон Бога своего. Но и они все сокрушили ярмо, Расторгли узы. Зато поразит их левый из леса, Волк пустынный опустошит их. Барс будет подстерегать У городов их. Кто выйдет из них, Будет растерзан. Ибо умножились преступления их, Усилились отступничества их. Как же мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили меня И клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, А они прелюбодействовали И толпами ходили в домы блудниц. Это откормленные кони. Каждый из них ржет на жену другого. Неужели я не накажу за это, Говорит Господь? И не отмстит ли душа моя Такому народу, как этот? Восходите на стены его и разрушайте, Но не до конца. Уничтожьте зубцы его, Потому что они не Господни. Ибо дом Израилев и дом Иудин Поступили со мной очень вероломно, Говорит Господь. Они солгали на Господа и сказали, Нет его, и беда не придет на нас, И мы не увидим ни меча, ни голода, И пророки станут ветром, И слова Господи нет в них, Над ними самими пусть это будет. Посему так, Говорит Господь, Бог Савовов, За то, что вы говорите такие слова, Вот, я сделаю слова мои в устах твоих огнем, А этот народ дровами, И этот огонь пожрет их. Вот, я приведу на вас дом Израиля в народ издалека, Говорит Господь. Народ сильный, народ древний, Народ, которого языка ты не знаешь, И не будешь понимать, что он говорит. Колчан его, как открытый гроб, Все они люди храбрые. И съедят они жатву твою и хлеб твой, Съедят сыновей твоих и дочерей твоих, Съедят овец твоих и валов твоих, Съедят виноград твой и смокву твои, Разрушат мечом укрепленные города твои, На которые ты надеешься. Но и в те дни, говорит Господь, Не истреблю вас до конца. И если вы скажете, За что Господь Бог наш делает нам все это, То отвечай, Так как вы оставили меня И служили чужим богам в земле своей, То будете служить чужим в земле не нашей. Объявите это в доме Иакова И возвестите в Иудеи, говоря, Выслушай это, народ глупый и неразумный, У которого есть глаза, а не видят, У которого есть уши, а не слышат. Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, Предо мной или не трепещете? Я положил песок, границу и море, Вечным пределом которого не перейдет. И хотя волны его устремляются, Но превозмочь не могут. Хотя они бушуют, Но переступить его не могут. А у народа сего сердце буйное и мятежное, Они отступили и пошли. И не сказали в сердце своем, У боимся Господа Бога нашего, Который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, Хранить для нас седмицы, назначенные для жатвы. Беззакония ваши отвратили это, И грехи ваши удалили от вас это доброе. Ибо между народом моим находятся нечестивые, Старожат, как птицелобы, Препадают к земле, ставят ловушки И уловляют людей. Как клетка, наполненная птицами, Да мы их полны обмана. Через это они и возвысились, и разбогатели. Сделали стучны, жирны, Переступили даже всякую меру во зле, Не разбирают судебных дел, Дел сирот, благоденствуют, И справедливому делу нищих не дают суда. Неужели я не накажу за это, говорит Господь, И не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? Изумительное и ужасное совершается всей земле, Пророки пророчествует ложь, И священники господствуют при посредстве их, И народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? Иеремия, глава шестая. Бегите, дети, вениаминовые среды Иерусалима, И в фикое трубите трубою, И дайте знать огнем, вбев кареме, Ибо от севера появляется беда и великая гибель. Разорю я дождь Сиона, красивую и изнеженную. Пастухи со своими стадами придут к ней, Раскинут палатки вокруг нее, Каждый будет пасти свой участок. Приготовляйте против нее войну, Вставайте и пойдем в полдень. Горе нам! День уже склоняется, Распростираются вечерние тени. Вставайте, пойдем и ночью, И разорим чертоги ее. Ибо так, говорит Господь Саваоф, Урубите дерева и делайте насыпь против Иерусалима, А этот город должен быть наказан, В нем всякое угнетение. Как источник извергает из себя воду, Так он источает из себя зло. В нем слышен насилие и грабительство, Перед лицом моим всегда обиды и раны. Вразумись, Иерусалим, Чтоб душа моя не удалилась от тебя, Чтоб я не сделал тебя пустынею, Землею необитаемою. Так, говорит Господь Саваоф, До конца доберут остаток Израиля, Как виноград. Работай рукою твоею, Как собиратель винограда, Наполняя корзины. Кому мне говорить, И кого вещевать, Чтобы слушали. Вот, ухо у них необрезанное, И они не могут слушать. Вот, слово Господне у них в посмеянии. Оно неприятно им. Поэтому я переполнен яростью Господней, Не могу держать ее в себе, И залью ее на детей, На улицы и на собрания юношей. Взяты будут муж с женою, Пожилой с отжившим лета. И да мы их перейдут к другим, Равно поля и жены, Потому что я простру руку мою На обитателей всей земли, Говорит Господь. Ибо от малого до большого Каждый из них предан корысти. И от пророка до священника Все действуют лживо. Врачуют раны народа моего легкомысленно, Говоря, мир, мир. А мира нет. Стыдятся ли они, Делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся. И не краснеют, Зато падут между падшими. И во время посещения моего Будут повержены, Говорит Господь. Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших И рассмотрите, И расспросите о путях древних, Где путь добрый, И идите по нему, И найдете покой душам вашим. Но они сказали, Не пойдем. И поставил я стражей над вами, Сказав, Слушайте звука трубы. Но они сказали, Не будем слушать. Итак, Слушайте народы, И знай собрание, Что с ними будет. Слушай, земля, Вот я приведу на народ Сей пагубу, Плод помыслов их, Ибо они слова моих Не слушали, И закон мой Отвергли. Для чего мне ладан, Который идет из Савы, И благовонный тростник Из дальней страны? Все сожжения ваши Не угодны, И жертву вашу Неприятны мне. Посему так, Говорит Господь, Вот я полагаю, Перед народом Сим преткновения, И приткнутся они Отцы и дети вместе, Сосед и друг его, И погибнут. Так, Говорит Господь, Вот идет народ От страны северной, И народ великий Поднимается от краев земли, Держат в руках Лук и копье, Они жестоки И немилосерды, Голос их шумит, Как море, И несутся на конях, Выстроены, Как один человек, Чтобы сразиться С тобой, Дочь Сиона. Мы услышали Весть о них, И руки у нас Опустились, Скорь объяла нас, Муки, Как женщину в родах. Не выходите в поле, И не ходите по дороге, Ибо меч неприятелей, Ужас со всех сторон. Дочь народа моего, Опояжь себя в ретище, И посыпь себя пеплом, Сокрушайся, Как бы о смерти Единственного сына. Горько плачь, Ибо внезапно придет На нас губитель. Башню поставил я тебя Среди народа моего Столпом, Чтобы ты знал И следил путь их. Все они упорные отступники, Живут клеветою. Это медь и железо, Все они развратители. Раздувальный мех Обгорел, Свинец Истлел от огня, Пловильщик плавил напрасно, Ибо злые не отделились. Отверженным серебром Назовут их, Ибо Господь Господь Отверг их. Еремия, Глава 7. Слово, которое было Керемией от Господа. Стань во вратах Дома Господня И провозгласи там Слово сие и скажи, Слушайте Слово Господне Все иудеи, Входящие сими вратами На поклонение Господу. Так говорит Господь Слово Бог Израилев, Исправьте пути ваши И деяния ваши, И я оставлю вас жить На всем месте. Не надейтесь на обманчивые слова, Здесь храм Господень, Храм Господень, Храм Господень. Но если совсем Исправите пути ваши И деяния ваши, Если будете верно Производить суд Между человеком И соперникам его, Не будете притеснять Иноземца, Сироты и вдовы, И проливать невинной Крови на месте семь, И не пойдете во след Иных богов на беду себе, То я оставлю вас жить На месте семь, На этой земле, Которую дал от Сам вашим Вроды ваших родов. Вот, вы надеетесь На обманчивые слова, Которые не принесут вам пользы. Как? Вы крадете, Убиваете, И прелюбодействуете, И клянетесь во лжи, И кодите в Аалу, И ходите во след Иных богов, Которых вы не знаете. И потом приходите И становитесь Перед лицом моим В доме семь, Над которым Нарещённое имя моё, И говорите, Мы спасены, Чтобы впредь Делать все эти мерзости. Не соделался ли вертепом Разбойника В глазах ваших дом сей, Над которым Нарещённое имя моё. Вот, я видел это, Говорит Господь. Пойдите же На место моё В селом, Где я прежде Назначил пребывать Имени моему. И посмотрите, Что сделал я с ним За нечестие народа Моего Израиля. И ныне, Так как вы делаете Все эти дела, Говорит Господь, Я говорил вам С раннего утра, А вы не слушали, И звал вас, А вы не отвечали, То я так же Поступлю с домом Сим, Над которым Нарещённое имя моё, На которое вы надеетесь, И с местом, Которое я дал вам, И отцам вашим, Как поступил с селомом. Я отвергну вас От лица моего, Как отверг Всех братьев ваших, Всё семя Ефремова. Ты же не проси За этот народ, И не возноси За них молитвы И прошения, И не ходатайствуй Придо мною, Ибо я не услышу тебя. Не видишь ли, Что они делают В городах Иудеи На улицах Иерусалима. Дети собирают дрова, А отцы разводят огонь, И женщины месят тесто, Чтобы делать пирожки Для богини неба И совершать возлияние Иным богам, Чтобы огорчать меня. Но меня ли огорчают они, Говорит Господь, Не себя ли самих К седу своему? Посему так, Говорит Господь Бог, Вот, Изливается гнев мой И ярость моя На место сие, На людей, На скот, И на дерева полевые, И на плоды земли, И возгорится, И не погаснет. Так говорит Господь Савау, Бог Израилев, Все сожжения ваши Прилагайте к жертвам вашим И ешьте мясо. Ибо отцам вашим Я не говорил И не давал им заповеди В тот день, В который я вывел их Из земли египетской, О всесожжении и жертве. Но такую заповедь дал им, Слушайтесь глаза моего, И я буду вашим Богом, А вы будете моим народом, И ходите по всякому пути, Который я заповедую вам, Чтобы вам было хорошо. Но они не послушали, И не преклонили ухо своего, И жили по внушению И упорству злого сердца своего, И стали ко мне спиною, А не лицом. С того дня, Как отцы ваши вышли Из земли египетской, До сего дня Я посылал к вам всех Рабов моих пророков, Посылал всякий день С раннего утра. Но они не слушались меня, И не преклонили ухо своего, А ожесточили выю свою, Поступали хуже отцов своих. И когда ты будешь говорить им Все эти слова, Они тебя не послушают, И когда будешь звать их, Они тебе не ответят. Тогда скажи им, Вот народ, Который не слушает Глаза Господа Бога своего, И не принимает наставления, Не стало у них истины, Она отнята от уст их. Остриги волосы твои, Брось, И подними плачь на горах, Ибо отверг Господь И оставил род, Навлекший гнев его. Ибо сыновья Иуды Делают злое перед очами моими, Говорит Господь. Поставили мерзости свои в доме, Над которым наречено имя мое, Чтобы осквернить его. И устроили высоты Тафета В долине сыновей иномовых, Чтобы сожигать сыновей своих И дочерей своих в огне, Чего я не повелевал, И что мне на сердце не приходило. Зато вот, Приходят дни, Говорит Господь, Когда они будут более Называть место сие Тафетом, И долину и сыновей иномовых, Но долина и убийства, И в Тафете будут хоронить По недостатку места, И будут трупы народа сего, Пищу и птицам небесным, И зверям земным, И некому будет отгонять их. И прекращу в городах иудеи, На улицах Иерусалима, Голос торжества, И голос веселья, Голос жениха, И голос невесты, Потому что земля эта Будет пустынею. Иеремия, Глава восьмая. В то время, Говорит Господь, Выбросить кости царей Иуда И кости князей его, И кости священников, И кости пророков, И кости жителей Иерусалима Из гробов их. И раскидает их перед солнцем, И луною, И пред всем воинством небесным, Которых они любили, И которым служили, И вслед которых ходили, Которых искали, И которым поклонились. Не уберут их И не похоронят, Они будут навозом на земле. И будут смерть предпочитать жизни, Все остальные, Которые останутся От этого злого племени, Во всех местах, Куда изгоню их, Говорит Господь Сававов. И скажи им, Так говорит Господь, Разве упав не встают, И совратившись с дороги Не возвращаются? Для чего этот народ Иерусалим Находится в упорном отступничестве? Они крепко держатся обмана И не хотят обратиться. Я наблюдал и слушал, Не говорят они правду. Никто не раскаивается В своем нечестии, Никто не говорит, Что я сделал. Каждый обращается на свой путь, Как конь, бросающийся в сражение. И Айс под небом знает Свои определенные времена, И горлица, и ласточка, и журавль Наблюдает время, Когда им прилететь. А народ мой Не знает определения Господня. Как вы говорите, Мы мудры, И закон Господень у вас. А вот лживая трость книжников И его превращает в ложь. Пострамились мудрецы, Смутились и запутались в сеть. Вот они отвергли слово Господня. В чем же мудрость их? Зато же он их отдам другим, Поля их иным владетелям, Потому что все они От малого до большого Придались корыстолюбию. От пророка до священника Все действуют лживо. И вращают рану Дочери народа моего легкомысленно, Говоря, мир, мир, А мира нет. Стыдятся ли они, Делая мерзости? Нет. Они нисколько не стыдятся И не краснеют. Зато падут они между падшими. Во время посещения их Будут повержены, Говорит Господь. До конца беру их, Говорит Господь. Не останется ни одной виноградины На лозе. Не смог вы на смоковнице. И лист опадет. И что я дал им, Отойдет от них. Что мы сидим? Собирайтесь, пойдем В укрепленные города И там погибнем. Ибо Господь Бог наш Определил нас на погибель И дает нам пить воду с желчью За то, что мы Грешили пред Господом. Ждем мира, А ничего доброго нет. Времени исцеления И вот ужасы. Отдай наслышен Храп коней его. От громкого ржания Жеребцов его Дрожит вся земля. И придут И истребят землю И все, что на ней Город И живущих в нем. Ибо вот Я пошлю на вас Змеев-василисков, Против которых Нет заговаривания. И они будут Уизвлять вас, Говорит Господь, Когда утешусь Я в горести моей, Сердце мое Изныло во мне. Вот слышу Вопль щери народа Моего Из дальней страны. Разве нет Господа на сионе? Разве нет Поцаря его на нем? Зачем они Подвигли меня На гнев Своими идолами, Чужеземными, Ничтожными? Прошла жатва. Кончилось лето, А мы не спасены. А сокрушение Щери народа моего Я сокрушаюсь. Хожу мрачен, Ужас объял меня. Разве нет Бальзама в Галааде? Разве нет Там врача? А чего же Нет исцеления Щери народа моего? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова